В эфире телеканала Самара Гис при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Чужой среди своих. Неправ был классик. Квартирный вопрос способен испортить не только москвичей, но и провинциалов. Тем более, если у последних есть полномочия, которыми так и тянет порой злоупотребить. В начале минувшей недели слухи сплетни и шушукания в кулуарах вокруг уголовного скандала с участием бывшего высокопоставленного чиновника Самарской мэрии, а ныне временно безработного Вадима Кужилина, наконец перешли в официальную плоскость. Следователи подтвердили, господин Кужилин оказался замешан в квартирных махинациях, а сигнал на него поступил из самой мэрии. Проверка началась по факту незаконного отчуждения имущества, принадлежащего департаменту управления имуществом, то есть по заявлению руководителя самого департамента. Результатом данной проверки возбуждено три уголовных дела, которые впоследствии объединены в одно производство, по факту мошенничества и по факту злоупотребления должностными полномочиями. Пока сыщики утаивают пикантные подробности, но общий замысел аферы ясен. Чиновник погорел на незаконной приватизации так называемых выморочных квартир. Их хозяева умерли, не оставив наследников, жилые помещения имели статус муниципальных, но отчего-то перешли в собственность людей, не имеющих к ним никакого отношения. Речь идет о двух квартирах, расположенных нигде-нибудь в Зубчининовке или на Безымянке, а в престижном Октябрьском районе. Неладное в Самарской мэрии заподозрили еще осенью прошлого года. Тогда-то по поручению главы города Дмитрия Азарова и началась внутренняя проверка. В департаменте управления имуществом она стартовала в ноябре. И все, что удалось накопать по делу о квартирных махинациях, глава ведомства Сергей Черепанов передал куда следует. Вообще такие внутренние расследования в структурах администрации не редкость. Только в прошлом году их было 45 и примерно столько же запланировано на 2013-й, рассказывает юрист Шафиев, бывший чекист с почти 30-летним стажем, чей департамент по сути выполняет роль службы собственной безопасности. Но вас боятся? Ой, мне бы не хотелось так думать. Мне бы хотелось, чтобы с нами дружили, чтобы с нами делились информацией, чтобы нам все рассказывали. К нам относятся с некоторой долей осторожности. Наша основная, принципиальная, я считаю, важная позиция – не скрывать, не прятать голову в песок, как делают страусы, а по всем нарушениям обязательно принимать какие-то меры. Очень много проверок проведено именно на этот предмет. И я могу сказать, что часть этих проверок инициировалась городской администрацией. Мною лично, я всенародно избранный глава города, моя задача как раз в том, чтобы вывести на чистую воду любого, любого чиновника, который занимается там нехорошими делами. Каждую копейку мы должны защитить. И чиновник, как бы он ни работал, и может быть даже эффективно, но если он позволил себе это, он должен понести ответственность. В Самаре непосредственно, в администрации Самары, насколько я могу это наблюдать, я достаточно пристально слежу за ситуацией примерно с декабря 2011 года, я не могу вспомнить в Самаре какой-то орган власти, который сам бы инициировал антикоррупционные проверки внутри себя. Вот этого прецедента действительно не было в Самаре с начала нулевых. Это действительно факт выдающийся. При том, что Кужилин в мэрии занимал далеко не последнюю должность. Два с половиной года он проработал в департаменте управления имуществом, сначала в должности руководителя ведомства, потом зама. 4 февраля незадолго до скандала уволился. Сейчас, кстати, дает признательные показания, поэтому, говорят силовики, его оставили под подпиской о невыезде. Кроме Кужилина в деле еще три фигуранта, два чиновника оба в СИЗО и заместитель руководителя риэлторского агентства «Огни Самары». Женщина находится под домашним арестом. Впрочем, в этой конторе все чужки открещиваются от своей причастности к скандалу. Это нашего агентства вообще никак не касается, совершенно. То есть человек занимался этим, который просто отношения никакого не имеет к этому агентству. Он не риэлтор, он не сотрудник нашего агентства, просто учредитель. Он никаким образом не являлся сотрудником нашего агентства, совершенно. А учредителем чего он был? Или является? Риэлторского агентства. «Огни Самары»? Да. Пока в деле о незаконной приватизации муниципальных квартир фигурирует только два объекта. Общий ущерб не превышает 7 миллионов рублей. Но не факт, что силовики не накопают и еще что-нибудь интересное. Так что продолжение следует. Вместо доли – дуля. Квартирный вопрос не только сломал карьеру героев предыдущей нехорошей истории, но и подпортил жизнь почти 30 тысячам человек в Самарской области. По числу обманутых дольщиков 63-й регион, как известно, в стране абсолютно рекордсмен. На минувшей неделе разразился очередной скандал вокруг долгостроя. В разбитого корыта оказались более 200 семей. Застройщикам они рассчитались еще 7 лет назад. Но с тех пор надежды на новоселье все призрачней. Первая квартира, первый подъезд на первом этаже. Вот жду. Но вы там были? Я, да. Мы там периодически бываем. Смотрим, как ведется что-то, что-то там делается, внутренние работы. А толку-то? Эту стройку на пересечении улиц Черемшанская и Советская с самого начала преследовали несчастье. Сначала погиб владелец фирмы Горос, и дело намертво встало. Потом бизнес купили другие люди, но взятый ими темпо строительства далеки от стахановских. То, что происходит сейчас, мне кажется, проще сказать, что вот стройки нет совсем, что она просто не строится. Один этаж там в несколько месяцев, но это вообще не разговор совершенно. Когда пришли вот эти новые, в начале десятого, они вроде немножечко начали шевелиться, видимо, для рекламы. А потом все, вот сейчас будет разрешение, вот сейчас начнется строительство. И так по несколько раз в год собирают собрание и обещаниями нас кормят. А теперь людей и вовсе посадили на голодный паек. В середине февраля их ждал крайне неприятный сюрприз. Против фирмы-застройщика Горос вот уже почти полгода ведется процедура банкротства. По всем канонам секретной спецоперации. Финансовые тайны оказались посвящены лишь немногие избранные. Это три таинственных дольщика, которые расторгли договор с Горосом еще летом прошлого года и стали добиваться его банкротства. Остальные вкладчики узнали горькую правду последними. И только тогда, когда буквально приперли бизнесменов к стенке. В тесном офисе застройщика закипели жаркие страсти. Да так, что даже объектив нашей камеры запотел. Практически 30% было квартир продано. А где деньги? Вы не задавали такие вопросы, Наталья Владимировна? То есть квартиры были проданы в реальности. То, что Горбунов погиб, это одно. А деньги-то он с собой, я не думаю, что закопал. Тогда давайте привлекать тех людей, которые, соответственно, были в Горосе уже участвовали. Пускай продает имущество и возвращает денежные средства. А как мы хотим тогда? Вы ни при чем, а они ни при чем. Там Царствие Небесное, а мы что? Крайние? В прошлом году вы нам другую родили, что первую секцию вы подведете к коммуникации. Они каждый раз в другом говорят. Вы всегда говорили, что возможно, мы так попробуем сделать. Изначально вас в этом поставил заблуждение. Еще предыдущее руководство. Дом сдает целиком. А ну вы-то не отказали? Нам же не говорили, что они попробуют. Есть арбитражное дело. 16 июля 2012 года оно идет. Никто об этом не знает. Дольщики не могут заявиться в реестр требований кредиторов. Горос этому препятствует. Кого это может устраивать? Конечно, только Горос, но не дольщиков. Лицом к лицу со своими обидчиками дольщики встретились уже в арбитраже. В реестре кредиторов они не числятся, а значит и не могут влиять на дальнейший процесс. Суд отстранил отдел конкурсного управляющего, который даже не удосужился проинформировать людей, что они заплатили за воздух. Но в выборе нового человека, от которого во многом зависит судьба стройки, дольщики все равно не участвовали. По закону они здесь посторонние люди. Многих, да говоря, даже в рекпалате не зарегистрированы. И потому банкротство фирмы для них равносильно личному финансовому краху. Если это дойдет до конкурсного производства, банк просто-напросто будет иметь приоритет и заберет все квартиры. Люди просто останутся ни с чем. Все не поняли вообще еще, куда они, соответственно, приземлились. Ну, представляете, три секции вообще не построено, а две секции стоят на стадии половины. А 60% продано. Понятно, что ни тех, ни тех финансов не хватит. То есть заведомо, по-видимому, спровоцировали все это банкротство. У застройщика же появился вполне легальный предлог. Вообще теперь дольщикам ничего не обещать. Когда строительство ограничено судебным процессом, я думаю, что говорить о точном соблюдении сроков не приходится. Вкладчики Гороса и их товарищи по несчастью со всей Самары в конце минувшей недели встретились, чтобы понять, как жить дальше. Они называют себя дольщиками второй волны. Истории схожи. Меняются лишь названия фирм и подробности о нарушении. Дольщики готовят обращение к областным властям и Следственному комитету. Государство уже выделяет миллиарды, чтобы заинтересовать застройщиков достраивать проблемные долевки. В прошлом году в Самаре удалось наконец-то сдать 14 таких объектов, но остаются еще десятки долгостроев. И те, кому до новоселья все так же далеко, как в тот день, когда был вырыт котлован под их дома, сейчас пытаются найти ответы на два извечных русских вопроса. На первой, кто виноват, зачастую он уже известен. Только за предыдущий год самарские судьи отправили за решетку четырех директоров строя фирм. Но людям от этого не легче. У нас на площадке, например, укрались якобы 72 миллиона рублей. Человек сидит, деньги не найдены. Мы остались, как были, с нулем, и никаких у нас с вами результатов дальнейших нет. На другой хрестоматийный вопрос, что делать, дольщики нашли не менее традиционный ответ. Подали заявку на проведение митинга 26 февраля. О чем мы сообщили в своей резолюции. Список претензий внушителен. Предварительно на участие в митинге заявлено 500 человек. Буду следить за развитием темы. За базар ответят. Страсти на уже совсем иного рода разгорались на неделе на другом конце Самары. Торговцы нелегального рынка на пересечении Чернореченской клинической, более известного под названием МИКО, без боя отступать, похоже, не собираются. Эти развалы доживают здесь последние деньки. Местные жители завалили мэрию жалобами. Антисанитария, грязь, рынок мешает пешеходам. И глава города распорядился навести здесь порядок. Ну вот лэп же идет, надо же обратить на это внимание, понимаешь. Она идет прямо над киосками, ну. Надо что-то с ней делать. Или убирать лэп, или киоски. Из 50 киосков только 16 работают законно. То есть по договору с областным миннымуществом, который, как известно, распоряжается землей на территории Самары. Остальным ларькам предстоит путешествие на штрафстоянку. Такая перспектива понравилась не всем. Путь эвакуаторам пригрозил кордун из автомобилей коммерсантов. То, что в любой войне главное оружие – это пропаганда, торговцы, похоже, смекнули. И чтобы склонить на свою сторону жителей, сначала попытались посеять в их рядах панику. Они хотят сделать, конечно, себе автостоянку, плату. Они хотят место забрать и подставить здесь автостоянку. Давайте завтра сюда, давайте завтра здесь соберемся, завтра. Давайте завтра соберемся, так, 9 часов утра. А когда не помогло, начали давить на жалость. Сейчас я уберусь, маленький у меня ребенок. Чем его я буду кормить? Ну, я уже 8 лет торгую, частным предпринимателем. Налоги платим, все. Ну, что сделать, на землю нет документов, нет. Но зато платим, все. Ну, я не знаю, кому платить. Ну, я налог плачу, государству куда? Из Бехаса идет, куда платят. Налог куда платят? Частным предпринимателем. Вот этот начальник в карман деньги кладет, каждый день. Но это был глаз вопиющего в пустыне. Рассерженную горожанку тут же взяли в блокаду торговцы. Ладно, хоть до драки дело не дошло. Вы пошли в Кирово, купили за 20 копейок, привезли сюда, продаете за рубль. Кто вам мешает? Фегуляция. Кто вам мешает? И все. Фегуляция. Фегуляция. Фегуляция убрать. Все. Они где берут? Убрать. Здесь грязные руки. Здесь крысы бегают. Что вы здесь покупаете? Все. Все. Что именно? Ребушка, молочка. Какие? Да здесь крупно дешевле. В Норде езжайте, рыбу там купите. Все. Убрать. Убрать. Там перегородили дорогу автомобилей авторитетных предпринимателей. Угрожают в том числе и работникам департамента потребительского рынка. Собственно, как и предупреждали, полностью препятствуют вывозу объекта потребительского рынка. Не первый такой случай. Значит, заранее должны быть и УВД, и ГБДД отдельно, и присутствовать, если нужна служба эвакуации. Все это надо заранее в сопровождении готовить. Справляйтесь. Власти обещают привести мини-рынок в цивилизованный вид, проредить киоски, оставив только те, что работают легально, в том числе и так называемые места для пенсионеров. На неделю под крики предпринимателей вывезли только 6 ларьков. Остальные должны убрать до 1 марта. Такую задачу перед районными чиновниками поставил мэр. Так что, думаю, главное сражение на Чернореченской еще впереди. Буду держать вас в курсе. А на сегодня пока все. Удачи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова